Субтитры делал DimaTorzok Я видел Костя После этого я поставил эту пластиночку на мамин проигрыватель Синий проигрыватель, юбилейный, закрутился И я услышал голос Литл Ричарда Я спросил у моего приятеля, а кто это? Я был настолько поражен этим экстатическим, вопящим голосом А потом, через примерно две недели, этот же приятель мне говорит Хочешь, поехали со мной к гостиному двору в субботу вечером? Я знаю, там будет мужик, который сам прессует дома эти пластиночки и будет продавать Хочешь купить? Я говорю, конечно, а Литл Ричард будет? Я у него спросил Он говорит, да, конечно И вот мы поехали с окраины города, с Оржевки В Сталин период, это было очень плохое производство Музыка Вы знаете, вы можете слушать только Георгиевские песни Или какие-то русские песни Я имею в виду радио Нет жаза, конечно, нет рок-н-ролл Нет, 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 нет И поэтому, значит, это была первая часть И вторые песни, которые были у нас также полузапрещены, это были песни эмигрантов Но были песни не то, что эти были песни самые, а именно кто исполнял Вот этих эмигрантов считали врагами России И поэтому их как раз вот и не разрешалось исполнить И поэтому нашлись предприимчивые люди Вот сейчас я вернусь уже о косях Это предприимчивые люди, которые наводили выпуск пластинок на ребрах И которые сделали вот эту звукозаписывающую аппаратуру И они сделали это, и они сделали, что X-ray, потому что их поверхностные характеристики Или потому что их довольно слегка Которые могли взять грудь и держать его Чтобы, когда он играл вверх, то звукозаписывающаяся была равна Мы видели специальные типы штуки, штуки штуки Стоит из которых, которые были чизел-shaped Стоит из которых, которые используют для кучения грудь И другие, которые были понятны, которые используют для кучения грудь Субтитры создавал DimaTorzok 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 это всегда шип за моим песок мы говорили но это с песком я это не беру или давай за полцены она она трещит как мы говорили трещит то есть ты ставишь пластинку и там треск почти такой же громкий как сама музыка одновременно с этим был такой нюанс что сами люди которые делали эти пластинки они их сами не продавали они находили людей которые этим делом занимались и продавали эти пластинки можно было купить или или в обмен на полбанке в то время в россии бутылка водки была обменным как бы валютой как бы пони you would approach some muttered words would be swapped maybe you'd say rock and roll or jazz or tango whatever it was you wanted and then the dealer was open their coats in classic dealer fashion and bring one of these the great thing about these of course is that they're flexible so it's said that dealers could fit up to 50 25 in each sleeve rolled up here possibly against their own ribs там где колоннада вот это вот он вышел из-за колонны помню и сказал нам пойдем и мы с ним зашли в темное место в угол какой-то не освещенный плохо освещенный и он достал целый сверток этих пластинок на костях и начал нам продавать предлагать это говорит то это билл хэлли это лилл ричард это элвис пресли что вы хотите но меня ни разу не не поймали можем потому что я был и хитрым мальчиком умненьким и я умел прятаться я умел делать делать тихо и незаметно эти обменные продажные дела значит но вот еще важный момент в принципе хотя наша власть была недовольна этим делом но самое главное это было недовольны не тем то что эти пластинки то продавались а то что их кто-то делал и получал за эту выгоду а вот получение прибыли советском союзе был и категорически запрещен и вот такой случай был со мной у меня был двоеродный троеродный брат который меня учил только плохому и он меня значит подбил на том чтобы поехать и продавать эти пластинки пластинки продавались в определенных местах люди знали это это были или там угума или рынке или вот то место куда поехал я это был кузнецкий мост там этот дом сохранился там сейчас находится аптека значит приехали мы туда вдвоем и есть у нас и было типа этих пластинок к нам подошли три человека молодых и сказали значит что вы продаете покажите и зашли в рядом по подъезд дома там они вынули финки ножи и сказали так на выбор или вы отдаете нам их добровольно или получите эту финку под ребро но так как у нас ребер хватало уже на этих пластинках то поэтому мы их безропотно отдали these people were not trying to bring the system down they were sometimes accused of that by the authorities that they were trying to pervert young people and you know some anti-communist conspiracy it wasn't really like that but they were anti-establishment in the sense that they wanted to listen to what they wanted to when they wanted to и поэтому вот эти люди ну там борис тайгин и так далее там много их было руслан богословский известный они попали в тюрьму i think nobody nobody knows that he made several press-машин cause милиция confiscated each time he was in the prison 3 times то время страшные люди были менты и дружинники так дружинники они пасли вот эти места они все время там шатались по этим местам где где мальчишки покупали пластинки я знаю одного парня поймали отобрали пластинку и позвонили ему домой чтобы не пропали мне убежал а также монг и монг и монг и монг и монг и стану явно явно я это агрия но я не помню что и не придуni в это и не дури какие-то информации после они понимали что не приду за что мы развивали прицелить саму журчатую информацию маленький пять лет как или разное агрия и пластинку и дуриный вывали Но это было достаточно для меня. Два года в письме. Руслан, например. Руслан был три раза за пять лет. Это был херер, херерер на земле. Это было примерно до 1966 года. Были пластинки на костях. Потом рынок так разросся, стал таким крутым, черный рынок, что пластинки на костях уже никто не покупал. Потому что это плохое качество, не забывай. The authorities suddenly said it was okay for ordinary Soviet citizens to have reel-to-reel tape recorders. They spent all this time and all this propaganda stopping them having bone records, but then they said it was fine for them to buy reel-to-reel tape recorders. And, of course, people just adopted it wholesale. What did you do when you came out of prison? When you finished prison? Start again. From the beginning. For nothing. No money, no equipment, no friends, no nothing. Start again. It's not only for money. It was an adventure. I would like to be people who bring culture to whole people, different people. I would like to do that. I'm trying to do that even now. I'm trying to do that even now. I'm trying to do that. I'm trying to do that even when you come back. I'm trying to do that. I'm trying to do that even more without a single person. I'm trying to do it. It's not just a single person to do that.